Подвели итоги прошедшего учебного года и обсудили планы на будущее. Ежегодная августовская конференция – одно из самых значимых событий в муниципальной сфере образования, по традиции, состоялась в преддверии Дня Знаний. Открыл конференцию и поблагодарил педагогов за их труд глава округа Андрей Булгаков. Он отметил достижения коллективов и руководства образовательных учреждений. Подбор кадров, желание в коллективах развиваться и делать результат, он виден мне. Я хотел бы, чтобы все руководители, которые здесь находятся, сегодня на своих первых собраниях, встречах, учреждениях, передали от меня добрые слова, всем привет и нацеленность на хорошие результаты по ЕГЭ, Олимпиадам на всех уровнях муниципальных, региональных, федеральных, иные важные достижения. В прошлом учебном году педагоги округа подготовили 17 ребят, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. А по двоим ученикам удалось добиться наивысшей оценки сразу по двум предметам. Это выпускники лицея номер 7 Сергей Кривко и Вероника Масько. Еще один прорыв – результаты участников Всероссийской Олимпиады школьников. Призерами регионального этапа стали 136 учеников щелковских школ, а заключительного – 6 учащихся. Педагоги городского округа Щелково добились серьезных результатов в своей работе и заслуженно получили признание на региональном и федеральном уровне. Так, пять общеобразовательных учреждений вошли в топ-100 Московской области. Это гимназия номер 2, школа номер 3, 8, 12 и 17. Щелковская гимназия номер 6 вошла в топ-50 лучших школ Московской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России. И, конечно, труды педагогов не остались незамеченными. Не только качество образования, но и создание комфортных условий в школе – важная задача. Одно из самых долгожданных образовательных учреждений – корпус лицея номер 7 на улице Шмидта. Больше никакой второй смены в лицее с появлением нового корпуса. Этот серьезный вопрос удалось решить. Также с 1 сентября ученики школ номер 26 и номер 20, расположенные в Краснознаменском, будут учиться в обновленных после капремонта зданиях. А дальше – больше. Строительство нового здания школы номер 11 имени Титова продолжается. Активно ведется и возведение новой школы на 825 мест в микрорайоне Финский. В этом году началось и строительство долгожданной школы на 550 мест в новом городке. Достижение прошлого учебного периода – стимул для дальнейших результатов. И в новый учебный год педагогическая общественность Щелкова смотрит с уверенностью.